Две фуры огромные, маленькие, двухметровые дядьки, и у них вот этот маленький котенок, они прорывались к нам в Самару. Дизель – котенок-путешественник с непростой судьбой. Его подобрали дальнобойщики неподалеку от Новосибирска. Котенок к тому времени уже не мог шевелиться. Для того, чтобы спасти его, мужчины изменили свой маршрут. Поехали вместо Ростова в Самару, чтобы отдать Дизеля в приют кошечка-кот. Здесь котенка вылечили, и сейчас он чувствует себя хорошо. Всего в приюте живет около ста питомцев. Заботится о них абсолютно безвозмездная хозяйка приюта – Ольга Хмель. Содержит, кормит, лечит, возит к ветеринару. Говорит, по сути, это ее вторая работа. У меня вопрос остались, на который я до сих пор не знаю ответа. Вот реально. Но я могу сказать, что мне их очень жалко. Потому что у меня у самой было много раз в ограниченных состояниях. И я знаю, как нужна помощь в таких состояниях. Пять лет назад Ольга взяла к себе домой кошку, у которой были проблемы со здоровьем. Потом к ней стали приносить животных, которым нужна была помощь. Ольга принимала даже тех котов, которые не брали в другие приюты из-за тяжелых проблем со здоровьем. Год назад она начала собирать благотворительные взносы для приюта. Арендовала два помещения для больных и здоровых питомцев. Сейчас приют оказался в трудной ситуации. Ольга тяжело заболела. Ей предстоит сложная операция. Сократился из-за пандемии, коронавируса и объем благотворительной поддержки. Поэтому котам и кошкам нужна помощь. Едой, лекарствами. Работой волонтеров, которые умеют за ними ухаживать. И, конечно же, питомцам приюта нужны новые, добрые хозяева. У меня такая ситуация, что приступ может не наступить. Но он может наступить в любой момент, даже через час. И если он наступит, то реально, действительно, они останутся одни. Поэтому нужна помощь любая. Нужна помощь любая, пока или не разрешится вопрос с моей ситуацией по здоровью, или не организуются как-то работники. Если вы хотите забрать питомца или просто помочь приюту, вы можете позвонить по телефону, указанному на экране. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Максим Гусев. События.